Байден заявил, что мы им не враги и они не хотят дестабилизировать здесь ситуацию. Политики не надо. Это тема, ужас. Надоело. Это отвлекает специально людей от жизни. Повышение ЖКХ и прочее, а зарплаты и пенсии работающим не повышают. Это кто делает? Америка? Не Америка, наша. Вы что, вообще больны? Дайте пасу в трубу, нахуй. Дестабилизировать у нас ситуацию в стране. А мы не враги, да? Да. Что вы хотите от меня услышать? Что я хочу сказать, что они не враги, а я вот думаю, что враги. Дураги, да, вам? Да, потому что они уже достали всех, достали всех нас, россиян. Ну что, не проехать, не пройти? Что вы об этом думаете? Дурак он, байден, больше ничего не скажу. Продолжаются диверсии. Вот смотрите, мы здесь месим кашу какую-то. Месим с больными ногами, еле ползаем, но идем. Это он намешал кашу здесь? Возможно. Ну-ка, попробуйте пройти. Зачем попробовать? Я сейчас завалюсь. Я ходил, и я ходил, и я так ждал, и я галал. Ведь каждый день приходим в магазин, каждый день нового наценки, даже продавцы возмущаются. Так это байден дестабилизируется? Нет? Причем тут байден, это наша экономика, и мы должны о ней заботиться. Байден, свалили на байдена. Что здесь прокомментировать? Здесь комментировать нечего? Да. Честно говоря, я его вообще не переварю. Кого? Этого байдена. Такой противный. Мы им тоже не враги. Я думаю так. Дестабилизация-то, тем не менее, происходит у нас в стране, цены растут. Это от Байдена? Он раскачивает. Ага. Это же было. И что не хотят дестабилизировать здесь ситуацию. Представляете? Ну, наше дело право, мы победим. Кого победим? Кого победим? Ты чего за кого, бля? Во дворах не пройти, не проехать, в подъездах нагажено. Это все дестабилизация по-американски. Не знаю. Не очень-то все это... Ой, мне надо... Да? Успеете на этот раз? И что? Я сомневаюсь в этом. Все равно, да? Дестабилизируют? Мне кажется, да. В подъездах тоже, вон, намолчано. Кто еще это делает? Это понятно. Что-то такое не то здесь. Что смотришь? Да, по-моему, Америка всю жизнь против нас перла. Только они все равно ничего не получат. В нашем подъезде не нагажено. Около дома у меня цветы еще и пальмы мы делали. Пальмы? Да. У меня и в огороде пальма. Ну так, пальмы там... Посадили пальму, что ли? Почему? Посадили, сделали искусственную, красивые пальмы. Из чего? А? Из столбов, из бутылок, из коричневых, из зеленых. Получается? Из пивных бутылок, что ли? Чего, блядь? Из пальмы. Да. А. Это вот когда здесь был Слуняев, помните, начало тут все... Ебать. Пиздец. Пальма из бутылок, нахуй, я в ахуй. А вы подписывайтесь на мой канал, ребят. Ну, не только на телегу, на этот фоллоу кнопку. Я тут в Майами лечу в начале марта, вам настоящий пальму покажу. А то я смотрю, вот... Ну, ладно. Цветы все везде выращивать. У нас мэром сэром-то стал города. Правда, он оставил очень много долгов, но в то время было весело. Ну, ладно, давайте. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пенсию обещали прибавить, но вот до сих пор не прибавляют военным. Байден, ты когда пенсию увеличишь? Ну, это не Байден. В смысле? Вы только что сказали Байден? Нет, это не Байден. Причем тут Байден? А кто тогда? Вы говорите, растут цены. Я говорю, цены растут. Но причем Байден-то? Да кто виноват, а дестабилизирует-то? Понятия не умею, кто тут виноват. Кто его знает? Не знаю. ПЕСНЯ 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 чего еще надо ну раз байден сказал значит все будет именно так тем не менее дестабилизация идет цены растут если цены растут то это точно байден виноват то еще подъездах по-прежнему можно обнаружить там мокрые следы дайте пасу в трубу американский след американский след да мы наследили наверно просто замедим по сырому по мокрому на конечно окно если честно я ничего не понял сейчас не очень слежу за байденом а если бы следил находился рядом с ним вот такие вот дела кого услышите байдена врут они американцы всю жизнь всю жизнь врут по прежнему подъездах нас она во дворах не проехать не пройти во дворах тогда у нас цены растут говорит что не хочет дестабилизировать цены растут жкх бензин продукты да все растет вот бензин так вообще привет не знаю куда будто мы его закупаем где-то а знаете ну надо надо бороться на самом деле с этим как-то потому что ну байдена человек такой серьезный да ну и путинка наш тоже как бы не хухры мухры так сказать байден сказал 16 числа нападет напали украинцы там всех ждут выскакивает из дома танки ждут танков нет а чё сегодня сегодня лукашиночка поддержал захват значит этих республик слышите новости мы удивляемся удивляемся каждый раз этими новостям ну а так чего как бы ну вот так вот вот так вот в принципе вот так вот я и скажу вам все вот это вот вот все примерно в том разрезе ну примерно да примерно да а вы телевизор то хоть смотрите вообще нежно постоянно я у соловьёда каждый день смотрит и весна вообще-то передача очень хорошая нравится он блять соловьёва с ёбаный рот еще раз постоянно я у соловьёда каждый день смотрит и весна еще и каждый день одно не ну вы меня тоже каждый день читать смотрите да но это вообще пиздец типа блять вот она аудитория то основная все думаю кто блять соловьёва смотрит понятно если вообще-то передача очень хорошая нравится мне нравится мне нравится мне когда ты голая ходишь мне тоже спасибо вообще класс со вас умеете в могилете я не знаю почему я не знаю почему я не знаю почему